Вырвал с корнем десятки деревьев, повредил провода и крыши, а еще обрушил часть фасада жилого дома. По перворайскому пронесся ураган. Специалисты городской администрации, подразделения МЧС и коммунальных служб в оперативном порядке устраняют последствия непогоды. Эти вмятины на асфальте от кусков, которые падали с крыши дома, они упали и повредили асфальт. Часть дома не выдержала шквалистого ветра. В итоге куски бетона упали на тротуар и парковку. К счастью, люди и машины не пострадали. Однако очевидцы до сих пор вспоминают происходящее с ужасом. Сильно ветер был, дождь, после этого кусок, после такого ветра, видимо, наверное, так сказать, недобокачественный ремонт был, что от этого и отломилось. Детей маленьких из садика выходит, но у нас осторожность, будем ходить. Коммунальщики собрали осколки с асфальта, но приближаться к зданию до сих пор небезопасно. Дом построителей 29. По всему периметру огорожен предупреждающей лентой. Последствия непогоды жители активно обсуждают в социальных сетях. Видео присылают и наши телезрители. Шквалистого ветра также не выдержали десятки деревьев. Кое-где ветки упали на автомобили и повредили их. В этом дворе на Дина Ситополя вырывала с корнем на глазах у местных жителей. За три минуты навалило там, то есть караул вообще полный был. Ощущение было, что тут ураганище будет, мама не горюй. Выбежали тут соседи, поугоняли всю машину, поубирали. То есть с той стороны там завалило все, вот машинку. Калина какая-то черная, по-моему, что ли. Ее тополем привалило. Я как-то не уникал, но зад-то там был помятый, хорошо. А в Талице в воздух едва не улетел батут. В Талице сдуло батут. Городские власти, коммунальные службы и сотрудники МЧС сработали оперативно. Последствия стихии еще накануне устраняли в центральной части города, на Динасе, Хромпике и в поселках. Между тем, штормовое предупреждение продлили до 6 июня. Ожидаются грозы, град, шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду. Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 112.